Жители республики за 10 месяцев этого года перевели мошенникам более 300 миллионов рублей. С начала года зарегистрированы более 5000 таких преступлений. Об этом сообщают в региональном управлении МВД. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банка, либо правоохранительных органов. Они сообщают о подозрительной активности на счетах пользователя, после чего пытаются получить информацию о его банковской карте. На втором месте обман под видом торговли на различных интернет-площадках. А на третьем сообщение о том, что родственник жертвы попал в беду. В МВД отмечают, что основными жертвами мошенников являются пожилые люди, однако в последние годы к ним присоединились еще и молодые люди. Сегодня стабильно у нас возрастная категория от 30-35 лет. То есть те лица, которые уже в процессе своей трудовой деятельности имеют определенный свой капитал. И каждый из них желает его приумножить. Очень много фактов, когда под предлогом инвестиций, и получение доходов на различных интернет-площадках попадается в очень большое количество пожилых людей. Ну и для сокращения подобных случаев банки развивают собственные системы безопасности. Но вот в частности в Сбере работает система искусственного интеллекта, которая блокирует нетипичные для клиента переводы, но и уведомляет об этом в СМС держателя счета. Она срабатывает при отравке средств по подозрительным реквизитам, и в случае, если сумма разительно отличается от предыдущих транзакций. За счет всех мер безопасности банку удалось предотвратить переводы жителей республики на счета мошенников на сумму в 25 миллионов рублей. В этих 25 миллионах это 5 миллионов социальной инженерии, 16 миллионов это кредитные процессы, и 4 миллиона это прочие виды преступления, а не обман, мошенничество. Что касается кредитного мошенничества, это различные схемы кредитования, которые были купированы уже на этапе подготовки кредитной документации. Ну и самая большая сумма, которую мошенники перевели со счета жителей республики, в этом году 2,5 миллиона рублей. В трех случаях из четырех для обмана жертвы мошенники используют психологические приемы. Продолжение следует...